28 февраля. Точка кипения. Не говори, как он поступил со мною, так и я поступлю с ним. Воздам ему по заслугам. Притчи 24 глава 29 стих. 28. Иногда незначительные ошибки могут привести к огромным трудностям. Одна маленькая проблема может постоянно мешать тебе, как камешек в ботинке, из-за которого появляется боль в ноге. 29. Марио и Джек не только жили по соседству, но и были хорошими приятелями. Они вместе росли, ходили в школу и занимались спортом. Как ни странно, они, казалось, не ладили друг с другом и не соглашались во многих вещах. Но, несмотря на это, они были неразлучными. 30. Одним ранним летним утром Марио постучал в дверь дома Джека и пригласил его поиграть в баскетбол на заднем дворе. Джек любил поспать. Ему не нравилось вставать рано утром. Марио настойчиво продолжал звать Джека, пока тот, наконец, не встал и не согласился поиграть с ним. Джек называл друга слишком требовательным, с чем Марио не согласился. 31. Но так или иначе, они продолжали с наслаждением играть. Что Джеку нравилось Марио, так это готовность помочь, когда ему давали поручения. Марио всегда предлагал свою помощь или, по крайней мере, составлял другу компанию. Они вместе играли, ели, гуляли и катались на велосипедах. Но не всегда было все так хорошо. 32. Нерешительного Джека отталкивал импульсивный нрав Марио. Что касается Марио, ему тоже многое не нравилось Джеке. Но он ценил его чувство юмора и всегда смеялся, когда друг шутил. Он также любил, когда Джек рассказывал факты и идеи, которые вычитал из книг. 33. Однажды Джек подшутил над новой стрижкой Марио, которого это сильно рассердило. Марио так спылил, что хотел сказать другу что-то обидное в ответ. Но он попытался успокоиться и начал размышлять. 34. Он рассказал Джеку о своих чувствах и попросил его перестать дразнить его. Джек сразу же извинился. 35. Джек и Марио достигли точки кипения своей дружбы, но справились с этим. Их дружба не была идеальной, но они остались хорошими друзьями. 36. Дружба – это Божий дар. Ее нужно беречь так же тщательно, как поливать растения. Для того, чтобы она не прекращалась, нужно научиться отдавать и принимать, прощать и забывать. В конце концов, в этом и заключается дружба. 36. Молитва. Дорогой Господь, прости мои грехи и помоги мне прощать тех, кто обижает меня. Аминь. 37. Знаешь ли ты, что Бог проверяет и испытывает нас в обычных житейских ситуациях? 38. Маленькие вещи открывает тайны сердца. Небольшие знаки внимания, многочисленные рядовые обстоятельства и простая вежливость делают жизнь счастливой. 39. И напротив, пренебрежение мягкими, ободряющими, ласковыми словами и маленькими любезностями приносит в жизнь несчастье. Христианский дом, страница 108.